В городе готовят к изданию обновленную Красную книгу Петербурга. Наши корреспонденты первыми ознакомились с реестром исчезающей флоры. Красная книга Петербурга в последний раз обновлялась в 2004 году. Это издание посвящено именно растениям городской черты. Флора северной столицы отнюдь не ограничивается газонной травой. Но больше 30 видов, описанных ботаниками еще 19 века, сегодня уже не встречаются. Например, лобелия Дортмана 100 лет назад росла во всех озерах Петербурга и окрестностей. В Гербарии хранится образец 1860 года, взятый в районе Левашова. Многие десятилетия растение значило в списке вымерших, а в этом году случайно нашлось. Это в основном ледниковые озера с песчаным гном, где практически даже тростника по берегам нет, там очень чистая вода. Получается, что в черте города только одно, вот это озеро глухое. Несмотря на то, что Красная книга увеличилась в размерах, экологическая обстановка в городе стабильная, считают специалисты. И радуются, что иногда к проблемам растению дается привлечь общественное внимание. Например, восковник Болотный несколько лет назад стал телезвездой. Редкий вид рос на пути будущего северного участка ЗСД. В итоге строители были вынуждены о нем позаботиться. Самое массовое место вообще в России, где он растет. И пришлось нам оттуда этот кустарник пересаживать с трассы ЗСД. Часть редких видов войдут в новый уголок ботанического сада, посвященный природе Ленинградской области. Он зазеленеет уже весной, а выпустить новое иллюстрированное издание Красной книги Петербурга ученые планируют не раньше лета следующего года.